Решили в 2000-м в Сингапуре. Причем основанием для праздника стала не только идея объединить страны, но и наука. По словам врачей, бескорыстные поступки делают нас счастливыми, а значит априори здоровыми. Выяснилось, что за этим стоят моноамины, опиоидные пептиды, которые делают нас радостными, когда мы что-то творим, когда мы созидаем, когда мы отдаем, когда мы дарим и делаем доброе дело. И не нужно вводить опио внутривенно, оказывается, сделав добро. Можно получить этот опио и выработать в организме. Аналог его, естественно. Ты счастлив, ты чувствуешь себя очень хорошо тогда, когда ты поднял свой серотонин. И, наконец, у тебя есть силы, и ты предприимчивым креативен, нынче такое слово есть, когда у тебя много норадреналинов. Успешность и отличное настроение. Такая награда достается альтруистам. И, как ни странно, то же самое получают и те, на кого этот альтруизм направлен. Скажите, когда вам последний раз добрый, бескорыстный поступок совершали для вас? Для меня? Да, у меня постоянно. У меня очень хорошие дети. Постоянно. Вот взяли меня и одели на осень. Вчера, когда был очень сильный снег, вот, мне чуть-чуть зарылось, так скажем, мне помогли вылезти. Машина. Машина, да. А вы сами совершаете добрый поступок? Да, наверное, да. Наверное, да, я совершаю. Я чувствую людям счастья, я улыбаюсь всем. Только что. А что это было? Мне помогли с учебой. А вы сами совершаете добрый поступок? Конечно, стараемся, да. Жизнь ежедневно дает нам шансы для добрых поступков. Только порой мы их не замечаем. Вот, например, скоро во Владивостоке начнется гололед. А это значит опасное время для пешеходов, особенно преклонного возраста. Традиция переводить бабушку через дорогу давно ушла в прошлое. А вот потребность в руке помощи осталась. Мы попросили волонтеров предложить ее всем проходящим здесь пожилым людям. Пожилым людям, конечно, если вы увидите, что пожилой человек, а часто еще и полуслепой, то, конечно, нужно. Хочется это делать каждый день, каждый раз, когда видишь человека, которому трудно перейти дорогу. Это хочется делать какое-то добро, даже тоже уступить место свободное в трамвае. Правда, доверились волонтерам не единицы. К бескорыстным поступкам чаще относятся с осторожностью, чем с благодарностью. Неловкость, наверное, понятие того, что бабушки стесняются либо камеры, либо для них это что-то непривычное. Наверное, что-то вроде того. В нашем городе немало других тропинок на пути к доброму делу. Некоторые проложили через интернет. С его помощью можно перевести деньги на счет тяжелобольного, присоединиться к добровольческому движению или просто приютить бездомного котенка. А из виртуального пространства добро вернется уже ваше личное. Субтитры создавал DimaTorzok Наталья Ладудька, Александр Братовщук. Новости на Восьмом.